МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Ежегодный публичный отчет о результатах независимой оценки качества оказания услуг рассмотрели сегодня депутаты окружного собрания на предсессионном комитете. Перед парламентариями выступила вице-губернатор Наталья Сидорова, рассказав об итогах опроса, которым оценивалось независимое мнение по работе учреждений Ненинского округа в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. По итогам опросов, мониторинга сайтов учреждений был сформирован отчет о независимом мнении потребителей услуг, то есть жителей Ненинского округа. Так, согласно данным, наивысший показатель среди четырех учреждений культуры, которые участвовали в опросе, у Ненинской центральной библиотеки имени Печкова, наименьший у клуба «Созвездие». Среди десяти образовательных организаций, участниц независимой оценки, лидирует детский сад «Гнездышко». Низкий показатель у Ненинского профессионального училища. В сфере здравоохранения независимую оценку проходили пять учреждений по различным критериям. По результатам проведенной независимой оценки, по всем учреждениям здравоохранения также были представлены ряд рекомендаций и пожеланий. По Ненинской окружной стоматологической поликлинике, такие как расширить площадь учреждения, увеличить количество специалистов по стоматологам, по Ненинской окружной больнице отмечены рекомендации, такие как хорошие комфортные условия пребывания в больнице, вместе с тем есть и такие рекомендации, как заменить ватные матрасы, увеличить время забора крови. Среди учреждений социального обслуживания в независимой оценке участвовали Пустозерский дом-интернат и комплексный центр социального обслуживания. Как отметила Наталья Сидорова, участники опроса по этим двум учреждениям дали положительные оценки, отметив лишь необходимость незначительных улучшений. По итогам, обоими департаментами, как департаментом здравоохранения, так и департаментом образования, приняты распоряжения, сформированы соответствующие планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки. Все аналитические материалы направлены руководителям учреждений. В каждом учреждении также разработаны свои планы. Информация вся имеется как на сайтах органов власти, так и на сайте тех организаций, которые у нас проходили независимую оценку. По итогам выступления, заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов высказал ряд рекомендаций профильным департаментам. Принять меры по строительству, ремонту Анатольевна, а также по материально-техническому обеспечению и деятельности окружных организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, включая создание условий для доступности к их посещению маломобильными группами населения. Принять меры по устранению очередей в городской поликлинике, а также направить план устранения выявленных независимой оценкой недостатков. Добавлю, оценку независимого мнения осуществлял оператор научно-технический центр «Перспектива». Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается прием заявок от предпринимателей на участие во внеочередном конкурсе грантов и субсидий. Он стартовал 15 мая и продлится до 17 июня. Напомню, что грант предоставляется начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидию на модернизацию оборудования. О том, какие требования предъявляются конкурсантам, на что обратить внимание при подготовке проекта и куда обращаться, расскажем в материале выпуска. «Здесь проходит и акваэробика для беременных, и грудничково плавание, и групповые, индивидуальные занятия. Родители могут ожидать здесь, наблюдать за занятиями, подбадривать своих малышей. Если они устанут, они могут перейти в зал ожидания, попить чай, кофе и наблюдать в камере за тем, как инструктор занимается с ребенком. Камера работает, телевизор выведена, чтобы ему было не страшно оставлять за стенкой своего малыша». Региональный предприниматель Екатерина Ницветая работала инструктором в Центре грудничкового плавания в Москве. Положительный эффект от занятий в бассейне и успехи малышей вдохновили девушку на открытие собственного бизнеса в родном Наринмаре. «Какой эффект дают такие занятия?» «Они укрепляют нервную систему, расслабляют ныряние, дают кровообращение мозг, и ребенок начинает развивать все высшие психические функции. Также речевое развитие происходит за счет дыхательных упражнений в воду, также развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, идет массаж воды, закаливание происходит». На создание Центра оздоровительного плавания Екатерина получила 105 тысяч рублей от Центра занятости населения, еще 500 тысяч рублей в виде гранта из окружного бюджета. Кроме того, существенную часть расходов предприниматель покрывала за счет собственных средств. «Много было трудностей, потому что очень столкнулись с тем, что много нет специалистов каких-то определенных, все приходилось делать самим. Теперь мы сами умеем разбираться во всем оборудовании бассейна. Были разные моменты, когда что-то ломалось, что-то нужно было срочно дозаказать, не было дороги, было что-то не привезти, но таких куча было трудностей и не хватало уже сил в конце. В принципе, я довольна той работой, которая сейчас здесь имеется, что получилось. Пока что такого прям сильно потока людей нет, потому что мы только неделю работаем, но, в принципе, те детки, которые уже бывали в нашем центре, уже привели к какой-то положительной эмоции. И та уже работа проделанная, которая была сложная, она уже даже подзабылась». Грант в размере одного миллиона рублей на открытие своего дела получил Николай Котелевский. Вместе со своим партнером по бизнесу мужчина открыл в окружной столице ресторан быстрого питания. Кроме того, предприниматели вложили в свой бизнес еще около семи миллионов рублей собственных средств. Большая часть денег была направлена на закупку современного оборудования. «Все, что используется на большой земле, то и у нас используется только в другой мере. Потому что у нас, допустим, конвейерная система, и мы думали, что она будет нормальной. Она так и работает, потому что у нас другого варианта сейчас нет. Оборудование очень дорогое». Модернизация оборудования позволила расширить меню и увеличить производственные мощности. Так, в окружной столице появился первый ресторан быстрого питания, который, по словам владельцев, не уступает по качеству продукции аналогом с большой земли. «Не было таких заведений, в принципе, в малых городах, которые находятся далеко от дорог, то есть не проездные. А особенно то, что касается севера. То есть, в принципе, таких не было. Поэтому нам приходится изобретать велосипед снова. И здесь не только американский фастфуд, здесь и европейский фастфуд, и, скорее всего, будет и японский, и китайский. Будем пробовать на всём, что понравится потребителю, то и будем использовать». Для тех, кто так же, как Екатерина и Николай, готов открыть свой бизнес, в округе предусмотрена финансовая поддержка в виде гранта. Чтобы его получить, необходимо подготовить бизнес-проект и подать заявку на конкурс. Доработать проект поможет группа экспертов. «С каждым проектом будут отработаны все слабые места, и этот бизнес-проект должен быть доведен до, так сказать, окончательной бизнес-идеи, которая должна быть, так сказать, соответствовать всем требованиям. После этого будет проведена комиссия. И на эту комиссию будет представлен, кроме доработанного бизнес-проекта, ещё те моменты, на которые эксперты хотели бы обратить внимание». Как нам рассказал начальник Центра реализации проектов регионального ЦРБ Виктор Чуклин, конкурсантам предъявляются ряд требований. Одно из них – соответствующая подготовка. Это может быть высшее экономическое или юридическое образование, или пройденные курсы. «Есть курсы по программе корпорации МСП, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Азбука предпринимателей ведутся здесь, и их можно, в принципе, пройти для того, чтобы заявиться на конкурс грантов. Данные курсы на сегодняшний, ну, сейчас, который к данному конкурсу, приём документов на гранты идёт до 17 июня, а с 3 по 7 июня у нас будет проходить такой курс». Как отметил Виктор Чуклин, увеличивает шанс получить грант количество создаваемых рабочих мест. К примеру, в Центре оздоровительного плавания ИВ-2 при необходимости предприниматель готова взять на работу ещё пару человек. В ресторане быстрого питания работает порядка 10 человек. Ещё одно условие конкурса – наличие у бизнесмена собственных средств в размере 15% от получаемого гранта. «Сумма предоставляется в размере 500 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя или 1 миллион для общества с ограниченной ответственностью, где два и более учреждителей». Параллельно с конкурсом грантов идёт приём заявок на предоставление субсидий на модернизацию оборудования. «Есть единственное, что в отличие от конкурса грантов, о котором мы до этого говорили, то, что нет ограничений с момента регистрации, если там менее года должно быть, то тут может быть более. И здесь возмещаются уже понесённые затраты. А в конкурсе грантов у нас стартап – это будущие затраты». Максимальный размер субсидий составляет 1 миллион рублей. При этом минимальная стоимость оборудования должна начинаться от 20 тысяч рублей. Заявки на конкурс для получения финансовой поддержки принимаются в Департаменте финансов и экономики НАУ до 17 июня. Справки по необходимым документам, порядке рассмотрения заявок, целевом использовании грантовых средств и другим вопросам можно получить в Центре развития бизнеса НАУ или по телефону 2-30-15. Там же можно получить помощь в составлении бизнес-плана и подготовке конкурсного заявления. Ирина Никешина, Антон Вудряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Труд» рассказали о своих достижениях в этом году представителям «Башнефтьполюс», входящим в структуру нефтяной компании «Роснефть». Нефтяники большое внимание уделяют развитию спорта в регионе. В рамках благотворительной программы ею были выделены средства на материально-техническое оснащение юных спортсменов. Специализированная экипировка для спортсменов, занимающихся тэквондо, обеспечивает безопасность во время тренировочного процесса и соревнований. Коврики, шары и другое необходимое оборудование для занятий чирлидингом. Порошки и смазочные материалы для занятий лыжным спортом. Небольшой перечень того, что удалось приобрести в спортивной школе благодаря финансовой помощи предприятия «Башнефтьполюс». Баночки примерно стоят 8 тысяч рублей. И цены все время растут, потому что технологии растут, постоянно применяют. Кстати, благодаря именно этим порошкам лыжи, известного теперь на весь мир, окружного спортсмена Александра Терентьева, несли его к победам. В этом году, например, я занял первое место по юниорам. Это личное универсиаде я занял первое место. Для меня это очень в этом году успешный сезон. А еще удалось закупить специальную одежду для тренеров и инструкторов, работающих на льду с юными фигуристами и хоккеистами. Это очень важно, очень нужно. В первую очередь, здоровье наших воспитанников. Для здоровья нужно для наших педагогов-инструкторов. Я надеюсь, это не последняя помощь. Будем дружить с компанией «Башнефть». Надеемся на сотрудничество. Надо отметить, что в нефтяной компании уделяется большое внимание здоровому образу жизни. Поддерживают не только спорт в регионе, но и проводят соревнования между своими сотрудниками. Работники компании также очень активно участвуют в спортивных мероприятиях. Компания проводит у нас также спартакиады. Например, сейчас, 5 числа, в городе Уфа у нас будет проходить зональный тур летней спартакиады «Роснефть». По окончании экскурсии по Ледовому дворцу спортивной школы представители предприятия отметили успехи воспитанников и пожелали им дальнейших побед. Почти треть россиян – это курильщики. Вредная привычка прививается порой в юном возрасте и не отпускает долгие годы. Всемирная организация здравоохранения, обеспокоившись данной проблемой, учредила День отказа от табака, который традиционно отмечается 31 мая. Ежегодно в этот день во всем мире проходят мероприятия, посвященные борьбе с никотиновой зависимостью. К этой инициативе присоединился и Ненинский округ. Дмитрий начал путь курильщика, как и многие, чтобы не быть белой вороной в компании. Он решил поделиться с нами своим печальным опытом. Курю я на протяжении около 15 лет, примерно по одной пачке в день. Скажи, пожалуйста, сколько в месяц ты примерно тратишь на сигареты? Примерно, получается, около 5000 рублей. Соответственно, в год это порядка 60 тысяч? Порядка, да. Дмитрий признается, что готов отказаться от привычки, но не знает, с чего начать. Однако способ есть, отмечают специалисты. С 2018 года в Центре медицинской профилактики открыт кабинет клинического психолога, который помогает в нелегкой борьбе с никотиновой зависимостью. За помощью может обратиться любой желающий. Сначала он проходит, скажем так, диагностику у нас. Мы определяем наличие зависимости никотиновой. Возможно, у него психологическая зависимость, ее степень, уровень мотивации к отказу. И далее, если негативная зависимость, две одни рекомендации. Если психологическая, зависимость другие. Консультация длится в районе часа, после чего каждого пациента продолжают курировать по телефону. Результаты только положительные. За 2019 год на счету отказавшихся от курения уже более 40 человек. Кроме того, на базе Центра медицинской профилактики можно пройти первичную диагностику здоровья. Сегодня в рамках мероприятий, посвященных Дню отказа от табака, здесь был День открытых дверей для всех категорий населения. Вот так каждый желающий в любой удобный для него день может прийти и пройти основное обследование. Мы с вами сейчас подъем обследование на смокелайзер. Я отключу табак. Вы наберете воздух и выдохните уже в трубочку. У вас все хорошо. Тех, кто не знал или по каким-то причинам не смог посетить диагностические мероприятия, волонтеры Центра знакомили с информацией о вреде курения, раздавая на главных улицах города памятки с описанием того, где можно получить консультацию – лично или по телефону. На базе нашего центра действует телефон здоровья, по которому каждый желающий, житель нашего округа, может позвонить и получить консультацию профилактического характера. По этому телефону мы даем краткую консультацию, но если человек заинтересован в получении более подробной информации в консультации специалиста, мы его приглашаем в наше подразделение. Напомню, последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В окружной столице участились случаи хищения детских велосипедов и самокатов. Такие правонарушения, как правило, носят сезонный характер. Зимой злоумышленники совершают кражи буранчиков и санок, а в летний период – колесные транспортные средства. Так, на прошлой неделе 8-летний мальчик совершил хищение двух велосипедов с территории школ Наринмара. Еще один случай произошел на улице Оленой. Шестилетняя девочка похитила детский самокат. В основном совершают дети в возрасте до 10 лет. В связи с этим управление МВД России по Ненецкому автономному округу обращается к жителям округа, особенно к родителям, чтобы они проводили разъяснительные беседы со своими детьми. Тем более наступает летний период, когда дети будут предоставлены сами себе. Сотрудники полиции призывают родителей и разъясняют своим детям, что чужое имущество брать нельзя без разрешения его владельца и ответственно относиться к сохранности своего имущества. Как показал наш опрос, большинство детей к защите своих транспортных средств все же подходят сознательно и знают, как уберечь своих железных коней от посягательств злоумышленников. Без присмотра велосипед оставляешь? Нет. Всегда домой занесу велик на балкон. А если, например, тебе мама попросила заехать в магазин, ты поехала на велосипеде, как ты посмотришь? Я вот это на замок поставил и все. Противоугонные средства? Да. А тебе его сразу купили, как появился велосипед или потом? Ну, сразу. А были у тебя случаи, когда у тебя украли там за самокат? Меня никогда не украли. А у друзей? У друзей, да. Велосипеды – это сама по себе вещь-то дорогая. Как-то не очень хочется ее оставлять без просмотра. Поэтому я всегда с собой ношу противоугонку, такое вот специальное приспособление, которое пристегивает велосипед. А как ты думаешь, она надежная? Конечно, она надежная. Никогда меня не подводила. Всегда помогает. А скажи, а были случаи у твоих, может быть, друзей, у кого украли там, не знаю, самокат, велосипед? Да, у друзей были случаи кражи. Вот они оставили просто велосипед. Либо были случаи в подъезде оставляли, без присмотра там тоже крадут. И вот на улице просто оставили, не пристегнули, около школы тоже велосипед украли. Владельцам велосипедов и самокатов сотрудники окружной полиции рекомендуют сохранять все документы на транспортные средства, которые выдаются в магазине при покупке товара. Кроме того, опознать свои транспортные средства помогут и нанесенные метки, о которых будете знать только вы. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 1 июня на площади Марацей пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Жители и гости города ожидает насыщенная развлекательная программа. В 11.00 на центральной площади города стартует концертно-развлекательная программа «Праздник детства». В это же время начнут работу игровые площадки и аттракционы. В концерте примут участие коллективы Дворца культуры Арктика, этнокультурного центра, школы танцев «Элит» и «Лу Дэнс Фэмили». Кроме того, ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте «Планета детства», разнообразных мастер-классах, покататься на аттракционах, лошадях, познакомиться поближе с животными контактного зоопарка нашего города и многое другое. Добавлю, во Дворце культуры Арктика на малотеатральной сцене состоится спектакль «Сказки из сундука» театральной студии «Островок», а также благотворительный концерт «Взрослые дети». День защиты детей – один из самых первых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Накануне праздника наши корреспонденты решили узнать, что думают про этот день сами дети. Он нужен, чтобы защищали детей. От кого? Ну, от жары там, от дождя. Вот. И специально придумали такой праздник – День защиты детей. Чтобы их никогда не ругали в этот день. А только, вот, чтобы, ну, надо самим детям. Они не должны там веселиться, они должны тоже хорошо себя вести. Никто защищать не должен. В этот праздник просто дети радуются, всякие концерты проходят. И дети радуются, потому что лето наступило. Ура, солнышко! Должны делать родители. Вот там, например, от дождя, от холода, от сильного снега. Это, чтобы войны не было, и дети, и чтобы взрослым и детям было радостно, веселье было. И будут все радоваться, что лето наступило. Это ответственный праздник. На него должны все люди прийти. Все. Тысячи сорок человек. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...